здравствуйте уважаемые блогеры сегодня 7 апреля и вот меня просят прокомментировать уважаемый блогер Дмитрий Добролюбов хорошая фамилия кстати и по поводу Вячеслава Дацика что я думаю во первых его никогда не знакомились с ним я знаю что это был борец по картиорам занимался такой такой рыжий тарзан потом он был осужден мне кажется за разбой его признали невменяемым потом он бежал насколько я помню в Норвегию самое интересное диагноз был врачей норвежских которых они сказали они сказали там есть все педагогическая запущенность неуправляемость ну там нет психических заболеваний то есть с точки зрения психиатрии норвежской нормальной он психически не больной он нормальный человек вот там есть особенности характера может быть запущенность педагогическая может еще что-то но психически психиатрии там проблем нет к нему вопросов поэтому это к тому что его же тоже признают невменяемым там и так далее он бегает из психбольницы поэтому но мое отношение какое к нему но он совершил разбой и мне кажется что надо стараться все таки как-то не совершать такие особо тяжкие преступления хотя я юрист и работаю адвокатом и юрист я хочу сказать что я бывший следственный работник я прекрасно понимаю что даже не так все просто в жизни есть масса нюансов которые невозможно избежать и таскать не все кто видно обвиняется совершение преступления и мы совершали преступление понятно для этого есть защита адвокаты обжалование приговоров конституционной надзорной инстанции я готов помочь стать если есть вопросы обращайтесь ко мне телефон мы есть звоните я все подскажу помогу что касается его взглядов вообще взглядов национально национальности националистических взглядов крайне националистических правах я хочу сказать что национализм совершенно здоровая весть и они присущи любой нации я совершенно нормально даже с какой-то толикой скрытой симпатии отношусь к этому люблю националистов потому что ну ничего там нет плохого другое дело как развивается националистическое движение да можно так сказать загнать его вообще так сказать в подполье сделать их маргиналами тогда они как загнанные тигры будут бросаться на общество а можно наоборот ведь я хочу вам посоветовать у вас должны быть свои депутаты в законодательных собраниях в думах в городских и так далее в государственной думе и так сказать у вас должна быть и легальное звено до депутатский корпус свой и так сказать может быть какая-то боевая организация но в рамках закона конечно и так далее то есть но вы не должны должны понимать что не только так сказать если вы хотите пройти во власть а вы должны идти porque еще раз национализм это здоровая реакция любого общества так сказать быть националистом в любой стране это значит быть патриотом знать историю свою и так далее как рассказать что но вас должно быть и боевой костяк такой мощный и так далее и должен быть еще и депутатский корпус потому что если хотя заниматься политикой вы должны заниматься как в русских 1000 Viper года в россии там же были по Кажется, Пуришкевич был русским, эти взгляды преповедовал, если не ошибаюсь, я специально занимался. Поэтому вам нужно обращать внимание, что вам нужно опираться не только на свои организации полуподпольные, хотя вам нужно выходить из подполья, чего-то подпольного не нужно. Но еще раз говорю, у нас сегодня общество оказалось такое, знаете, если хотите, всех загнали, как при КПСС, в подполье. Путин, Единая Россия, политический спектр они не развивают, а он богатый, там есть и левые, есть и правые, есть и националисты, есть и фашисты в какой-то степени и так далее. К сожалению, это общество, оно очень разнообразно. Можно, конечно, всех снова загнать в психошки, в тюрьмы, всех законопатить в стране, ничего не будет, но это не выход. Поэтому вам нужно как-то более, так сказать, структурироваться, да, и нужно выдвигать своих людей в депутаты. Не обязательно афишировать, скажем, их причастность, вот примерно говоря, к вашему движению на первых этапах. Когда они уже станут депутатами и так далее, нужно создавать свою партию, сейчас тем более, что это возможно, 500 человек и так далее. И шансы у вас при определенных условиях еще огромные, поэтому надо идти в Думу.